Поскольку у нас сегодня новая встреча, то я хочу сказать, что вот у нас встреча вторая сегодня. Сегодня, можно сказать так, очередные друзья Коли сидят, но очередные, может быть, не то слово. Тоже друзья Коли, которых достаточно много, и они хотели бы сегодня поговорить на тему о Коле, вспомнить его. И с тем, чтобы не забывалась вот эта фигура, хотела бы нам подольше. Поэтому у меня первый вопрос, я буду иногда задавать некоторые вопросы, если будет приостановлено, приостанавливается наша беседа, и как-то пытаться регулировать нашу встречу. Поэтому я начну с первого вопроса. Есть ли у кого информация, как Коли вообще начинал все это хозяйство? Потому что вот все остальные трагические какие-то вещи, они, конечно, сегодня найдут свое отражение в нашей беседе. Но вот как начинал я прошлой беседе нашей встречи, так я и не выяснил. Так и, может быть, у кого-то сегодня есть информация, а как он начинал вообще, с чего? Ну, так, собственно говоря, как все, наверное, во-первых, Коля много раз эту историю рассказывал, поэтому, может быть, у нас с некоторыми разночтениями, но я думаю, что у всех примерно одна и та же будет, да? То есть школьный, знакомый, совершенно случайно, так вот там в 64-м где-то был примерно, да, сколько мне память не изменяет. Вот он сказал, что вот он услышал эту группу, какие-то там жуки, ударники, новая какая-то модная английская группа там, да. И все, как бы, эту музыку сейчас слушают, и Коля, как бы, почувствовал, что нельзя отставать от, что называется, от всей, так сказать, молодежи современной. Да, он был такой достаточно продвинутый, интересовался культурой, был молоденький, модный, вот, по-хорошему. И поэтому он послушал эту музыку, и тут, в смысле, случилось то, что со многими случалось, но у Коля это произошло, видимо, с особой какой-то там, особой опорой, потому что он не просто полюбил эту музыку, она стала для него, потому что я бы сказал, родней религии, да, потому что Коля поначалу неосознанно, а потом как-то все более и более погружался в эту тему, и Биггл стали для него, ну, вот, собственно, литмотивом всей его жизни, да. И это, конечно... Очень су-житейский вопрос, и родители это нормально воспринимали, занимался ли он чем-нибудь еще, потому что, да, хорошо заниматься музыкой только, это красиво, и для души хорошо, а жить-то тоже надо, вот, как-то совмещалось у него это? Ну, как-то Коля же, да, как-то все время... С чем? С чем? Ну, Коля художник вообще, в принципе же... У него оформление... Декоратором, он работал... Декоратором, он работал... Он работал декоратором, художником, да, у него действительно... Он учился этому, или... Сколько мне известно, да, он киноучился... Ну, здесь я, наверное, могу бы тут сказать... Коля учился в архитектурном техникуме, и после этого работал художником-оформителем, какое-то время, кстати, наверное, последняя была его работа официальная, он работал в Эрмитаже, по-моему, в реставрационной мастерской, вот, это где-то, наверное, конец 70-х годов, начало 80-х, вот, а... Вот, точно, когда я с ним познакомился, он точно работал в Эрмитаже, да, совершенно... Вот, и после этого уже он занимался только музыкой, были у него эпизодические заработки, вот, я помню, еще вот на Пушкинской 16-е, вот, он жил там в первой половине 80-х, да, 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 вот, он однажды делал по заказу масляными красками, и делал копию с разворота сержанта Пеппера, вот, он мне показывал эту работу уже почти законченную, вот, ну, и так спрашивал с сомнением, он говорит, Каренович, если я запрошу, там, вот, рублей 30 вот за эту работу, это же нормально будет, вот, а это больше, чем в натуральную величину холста, где со всеми деталями был воспроизведен вот этот вот групповой портрет Битлз, вот, то есть вот, ну, это такая вот работа была конкретная, заказная. Я подозреваю, что это, наверное, не единственное было, мне кажется, вот так немножко по слухам каким-то, да, что у него кто-то покупал именно вот такие какие-то портреты Битлз, там, да, может быть, какие-то, там, копии обложек, там, ну, вот, пару раз я, там, как-то слышал от каких-то твоих, там, знакомых, там, и в этом не было никакого осуждения, потому что это, действительно, было очень популярное в те времена, когда у нас все же было в дефиците. Ну, что-то у него продавалось вообще, или это, как бы, он делал, что называется, писать в месяц? Ну, это, скажем, по разовому заказу, вот, человек попросил, там, можешь мне сделать, там, ну, вот, все. Я к тому, что жить-то на что-то надо было, или ему родители помогали, как вообще вот это? Нет, ну, папа-то у него вообще рано довольно, по-моему, там, да, и мама тоже, да, и мама, в общем-то, довольно давно ушла, да, у него ушла, я считаю. Вот, он еще занимался керамикой очень активно, всем известны вот эти вот кружки в форме сердца, вот, их тоже Коля охотно продавал, было такое дело, вот, то есть, с одной формой, делали здесь вот эти вот кружки в больших количествах, вот, это вот такой у него был дополнительный заработок. Понятно. Я здесь на днях посмотрел его в интернете, как он ездил в Ливерпуль, в Мемфис, и обратил внимание, что он достаточно неплохо, ну, по крайней мере, на бытовом уровне, по-английски говорил. Он сам обучался вот этому всему, или где-то вот как-то что-то у него, или кто-то его там натаскивал, как вообще, да, никто не в курсе? Ну, вообще, на славах музыки, на музыке, да, конечно, да, я его спрашивал, как ты выучил, тогда не было ни интернета, ни самого, он говорит, все по песням, по песням, вырезки из газеты, вот, вообще, видели вы его в интернете, нет, вот, его поездки, нет, никогда... Ну, я с ним ездил сам. Первую поездку в Ливерпуль, мы вместе поехали. А, вот, тем более. Ну, тогда ты, как говорится, от первого лица. Если мы передадим слово Лёше, да, потому что, я думаю, очень много нам может рассказать. Я думаю, не будете, никто против, да? Лёша, расскажи, пожалуйста, вот, твоё обо всём, обо всём, о чём мы говорили с тобой. Ну, вот, здесь хороший вопрос, как, на что жил, да, вот, мы поехали в Ливерпуль. Да. То есть, мы... Ну, кто-то спонсировал хотя бы эту поездку? Ну, здесь не спонсорство, такое слово неправильное, то есть, был позыв у нас поехать, и поэтому сказал, Коля, поехали? Он сказал, Лёша, поехали. Кто ещё будет? Я говорю, ну, вот, сына возьмём, и Светка была готова, подожживаясь. После этого появились билеты, появилось, куда мы едем, он позвонил своему другу Кочерину, у которого был ресторан в Ливерпуле. Все, наверное, полетели. Всё. Куда девать детей? Денег нет, ничего нет. С деньгами плохо было в то время. Это было с начала 90-х, можно сказать, с 80-х даже. Но тут же появился менеджер Битл, Аллен Вильямс. Тут же появился фотограф из Германии, откуда они взялись, материализовались из воздуха, который нас всё время сфотографировал. Гентерцент? Да, Гентерцент, точно. Мы с Колей ночевали в ресторане на полу. А детей устроил этот же ресторатор у себя дома. Вот и всё. Вот как тут объяснишь? Ну, приходили какие-то друзья откуда-то, нас сажали в такси, мы ехали. Приходили в ресторан, нам устраивали блины, там, борщ и всё. Я правильно тебя понимаю, что Коля как-то своим именем, вот, по крайней мере, деньги на билеты, это своим именем, это ему помогло. Ну, на билеты, ладно, там, кто-то... Ну, на билеты не было, да. Потому что без билетов никуда не отпустишь. А вот и всё остальное было, откуда-то из... вот еда, там, вот это, поездки, всё это материализовывалось непонятно как. То есть люди были счастливы отдавать. Ну, надо же ещё оттуда было получить приглашение, как-то... Виза, нет, виза, это тоже было просто... А, то есть мы сошли, и когда он показал свои, несколько своих фотографий, в консульте сказали, вот, пожалуйста, вот вам виза. Вот это было то волшебство, которое случалось с Колей. С Америкой, и не ты с ним визал, нет? Нет. Нет, в Америке-то там, это, как раз, человек из этого, там, клуба Элвиса Преслик, человек, который издавал Элвисовский журнал, Элвис Льерс, там, да, помните? Да, Элвис Льерс, там, да, поэтому, да, он тоже просто приехал в Россию, потому что тогда Запад очень интересовался всем, что происходит, ну, вот, в новой России, условно говоря. И те люди, которые, как бы, вот так вот выделялись, они, конечно, все попадали, прежде всего, там, под влияние и под, как бы, это, там, обаяние Запада. Ауру, да? Да, поэтому этот человек просто Колю пригласил за счёт вот этой вот Элвисовского подклуба, там, да. Сева Новгородцев. Сева это один, или это потом? Нет, 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 уточнение, он, вот это его звали Сид Шоу, это президент лондонского фан-клуба Элвиса, он спросил у Сева Новгородцева. А, ну вот так вот. Я про Америку говорю. Да, 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 спросил у Сева Новгородцева советы, кого можно пригласить из России, он хочет организовать поездку в Ливерпуль и в Америку, вот, ему нужен, звёздный человек, рукодрольчик из России. И Сева ему тут же, не думая, сказал, конечно, это Коля Васильевский. Я про это и говорю. То есть есть ответ на вопрос, откуда же Коля, как Коля жил, то есть к нему всё несли, начиная от новостей и заканчивая капустой. Да, конечно. И водкой, и все. И он никогда никого не просил, в принципе. Ну, иногда может быть. Абсолютно правильная позиция, не надо никого не просить, сами принесут. А что случилось вот в день смерти Джона Лимма в 80-м году с ним? Лёша, ты обещал пару слов. Ну, да, этот день был, конечно, очень тяжёлый. И новости достаточно быстро пришли. И я позвонил Коля и сказал, Коля, ты знаешь? Он говорит, да. Я приеду. Я так обычно спрашиваю, можно я приеду или нет. А тут был такой случай, когда я сказал, Коля, я еду к тебе. И вот протрясся на этом 12-м трамвае, приехал. И Коля буквально не отходил от телефона, ему звонили. Да, ты знаешь, были слова эти все. Вот ты знаешь про это, что там случилось, а как это всё. То есть люди не берегли его. Мы не берегли его, конечно. Мы сидели там. Он сам себя не берег. Для начала. Мы поминали его. Приехал потом ещё Серёга Фомин, художник. Вот мы втроём этот вечер. И вот я помню это чувство, как над нами какая-то колокол какой-то, как жгут какой-то сверху. Вот он у нас спускается. И Коля мрачнел, мрачнел. И вот, ну, наверное, он что-нибудь взорвался бы. И не знаю. Потому что с каждой минутой всё вот это напряжение росло. И он сам. Мы слушали музыку. И где-то часов в двенадцать уже мы собрались часов восемь-девять. А в двенадцать, пол первого, когда уже там ничего трамвая не ходили, уже никто не смог приехать. У нас понимали, что мы только втроём. Мы слушали, по-моему, это было, точно не помню, под песню «Well, well, well» на пластиконе бэнд. Вот был стеклянный стакан большой такой. Пили из них. И Коля, что-то у него там случилось. Вот буквально он так. И он взял этот стакан и перевернул, и грохнул его об стол. И здесь была рука. И он себе перерезал вену. Тут не знаю, что скажи, ничего-то. Хлынула кровь. Мы скорее с Серёгой побежали. Там полотенце. Коля ничего нет. Он не приспособлен до жизни. Мы схватили какое-то полотенце, перетянули его. Кровь идёт. Ну, не хлещет, но идёт. Алла, то есть это шутки. Я скорее звонить скорую. Что случилось? Я говорю, вот у нас кровь идет, срочно надо быстрее, не отложку привозить, кровь течёт. А где что? Я сказал, ну вот рука, вот сухожилие, вот тут где? В районе Запястья. О, это вам сначала в милицию. Позвоните в милицию. Советская скорая помощь. Мы не приедем. Это подозрительный случай. Они нам должны дать указ. Звоню в милицию. Ребята, приезжайте быстрее. Тут уже второе полотенце мы полностью. Кровь там, не знаю сколько, пол-литра вытекала уже. Милиция говорит, ну там никак. Ну, приедем, приедем попозже. Вот так прошло час, два, три. Все это вот кровь этого текала. Наконец, к трем часам приехала скорая. Что-то сделали, какой-то укольчик, что-то там закрептовали, сделали, перевязали. И, а Коля уже совсем обмяк, конечно. И вот это был случай, который, наверное, спас его и нас всех. Потому что он просто, он уже, из него столько вышло этой крови, что он не смог уже адекватно думать что-то. Ну вот он обмяк, он там как-то вот сидел, потом его, Серегу, уложили там как-то его. Чем они объясняли, что так долго ехал скорая помощь? Амберт, кто что объясняет? Объяснений не было. Не, 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 спросили. Сначала электрики, потом водопроводчики. Это все. Но вот причина была эта. Это не был суицид никакой. Это не было. Я уверен, абсолютно. Это было просто тоска, это было переполнение чувств. Он жил чувствами. А здесь чувств было слишком много. И слава богу, что это вылилось в это. Вот, как-то. И не случилось поэтому худшего. Не хорошо, что были друзья-то. Ну, что-то, право об этом уже говорить. Хотя не было. Хотя был другой немножко случай, тоже, если уж позволите мне сказать. Одно время он стал себя плохо чувствовать. И я говорю, Горя, что, да, так ерунда. Потом он наконец мне признался, через неделю, даже через две, он говорит, ну, что-то тут болит. Все, давай решать. Ну, я его посадил. Мы поехали куда-то на ВЦМЧС, 122-ю. Там мы быстро просмотрели и нашли, что им надо срочно делать операцию. Буквально сразу же забрали, мы там все устроили. Доктор тоже, профессор. Там самое главное, шишка, он как увидел. Хотя он не битался, ничего. Волшебные случаи. И он сказал, давайте все. А это всегда бывает, так не случайно. Да, случайностей не бывает. То есть отнесся к нему, сам пошел на следующий день, буквально бегом сделали ему анализу и операцию сделали. Хотя не удалось там это лапароскопически, но полостную сделали, большой, он плохо себя чувствовал. Денек, два, три. А что там печень ничего не дала? Нет, это был, насколько я помню, это желчный пузырь. Но он уже начал, как называется, что-то пошло, поэтому нельзя было. А, пендерс просто был? Нет, желчный пузырь. Что там, желчный пузырь? Или поджелудочное что-то связанное. Ну, оно уже пошло развиваться, эта болезнь. Но я не про это даже хотел сказать. Врач, выписывая, мне и Коле сказали жесткое. В принципе, ничего не изменилось. Единственное, что я вас заклинаю, перед тем, как принять, обязательно съесть петерброд, кинуть что-нибудь в желудок. И после этого, ну, Коля отошел, все нормально, слава богу. И после этого, я приезжаю к нему через недельку. Коля берет там компания, все, опять веселье. Коля берет стакан, и это я говорю, стоп, 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 Коля. Ну, тебе же доктор сказал, ну, съешь, на, вот петерброд, кусок булки, там, не знаю, колбасы. Съешь сначала. И тут Коля слава с игровенной, сказали слова, я не собираюсь жить долго. Какому-то какому было? Сказано мне, я не знаю, восемьдесят... В лет десять, восемьдесят седьмой... А, восемьдесят седьмой... Нет, это еще... Это после восемидесятого, но давно. То есть лет тридцать прошло? Ну, тем не менее, он прожил, слава богу, прожил столько, сколько прожил. Хотя мог прожить дольше, так это можно, да? И мы все понимаем. Понятно. Леша, а что-нибудь тебе известно про ассоциацию, рок-ассоциацию, которая планировалась вроде и с его участием, и которая потом развалилась, якобы потому, что кого-то посадили там? Нет, Поп-федерация это называлась, это называлось Поп-федерация. Конфедерация? Поп-федерация. Поп-федерация, да. А кого там посадили? Это местности в первый год. Ну, был такой ахилист, скажем прямо. Ну, не то, чтобы сказать, ахилист, но человек, который... Бизнесмен, честно, называется. Ну, в общем, да, сейчас бы сказали, бизнесмен. Он что, на этом хотел въехать в рай, что ли? Да, он хотел заработать денег, там, да, собирая с музыкантов какие-то деньги. Им создавались, честно, там какие-то суммы. Ну, как заработали, конечно. А? Артёмов, Артёмов, Сергей Артёмов. В общем, это всё написано, это всё написано. В Танике Андрея Берлакева. Нет, ну почему, и Решан, там, да, но Решан, там, фамилия немножко изменена, там, да, ну, в общем-то, да. Ну, и Поп-федерация заглохла в итоге, да, получается? Ну, как, ну, тогда же никакая самодеятельность снизу тогда ещё не могла долго выжить, собственно говоря. Это было как, ну, собрались там на ведущие группы города, там, да, как-то там вот собрались, тоже, там, как полагается, там, арендовали, скинулись на какую-то сумму, арендовали пароходик. И это было, слава богу, возможно, даже в советские времена арендовали пароходик. На пароходике проехались и вот учредили, так сказать, такой некий союз неформальный, там, да, под названием Поп-федерация. Вот. И, собственно говоря, это просто существовало, так, формально, наверное, ну, может быть, месяцев 8-9 где-то там, потому что, собственно говоря, она, может быть, и дальше существовала, Но тот молодой человек, который деньги собирал, он ими распоряжался так, чтобы в итоге попал в поле зрения соответствующих органов. Это не к Битлзу, не к Холивайсу, но отношения не имел. Просто человек, грубо говоря, собрал чужие деньги и с ними пытался скрыться, скажем так. Он себя выдавал за комсомольского деятеля. Это Рикшан и написано, за комсомольского. Он сходил в галстуке всегда, в кижаке. Он был очень официозный, аккуратно стриженный. Значок не просто комсомольский, а с этой самой слабой веточкой для особых. Так вы его что, за мошенничество посадили? Просто за незаконное предпринимательство? В то время было это статья. Думаю, что за мошенничество. Скорее всего, за это. Предпринимательство, такого не предпринимало ничего. Закона предпринимательства не было. Поэтому вы сажали за незаконное предпринимательство. Была такая статья. Ладно, понятно. Можно мне вопрос задать? Леша, Леша, хочу задать вопрос Леша, мы с тобой были Я точно помню, потом фотографии видел Когда приезжал Пол Маккартни Помнишь, приехал в московский клуб Битлз А все были? А я уже не помню Я же вас снимал тогда, ребят, всех Я просто не помню всех У меня вопрос вот какой Потому что интересно Я мало его знаю Я раз в 10 с ним встречался, но знаю мало Поэтому вы лучше меня знаете А вот история Мерседес-то чей? Вот дворец, который стоял Опять чудеса творились Туча милиции, особенно перед Дворцовой Мы в шутку сделали Коля сделал макетик Передний номер мы заклеили Скотчем И там было написано Джон Леннон Полностью, все, целиком А сзади наклеили Пол Маккартни И поехали по Невскому с Васиной Едем, никто у нас не останавливает Милиция на каждом углу До Клуба Порт, да? Мы ехали почти до Большой этой Морской И только там милиционер нас Ну думаю, ну наконец-то Сейчас А вы Он остановил Я не вылезая в машину Подошел, сказал Извините, господа Дальше, товарищи Дальше нельзя Вот как это А сбоку у нас было написано Битлз Темпл А мы снимались Я покажу потом фотку Клуба Порт Прямо, где выступал Тони Шеридан Вступал Да, и там машина встала Мы снимались прямо И мы говорили О, Коля такой крутой У Коли все Только один Коля Ездит на такой машине В Питере Оказывается, такие же как ты Рудик, вообще-то Такие же как ты Я бы хотел Вот что предложить Чтобы каждый Вкратце хотя бы Рассказал О том моменте Когда он вообще Услышал О Битлз И когда Впервые узнал Про Колю Васину Что такое есть Колю Васину Ну если вы пока Подумаете Я начну так сказать Сам Ну может быть Вам известно Что Значит Я где-то порядка Двадцати лет Несколько больше В Соединенных Штатах В Америке В Нью-Йорке Руководил Известной Фирмой Киз Маттергард Кампани Которая В общем Восполняла Все те белые пятна Которые Выпускала Фирма Мелодия То есть Выпускала Тех артистов Которых Фирма Мелодия Не могла выпускать По политическим соображениям Я уехал туда Совершенно С определенной целью Именно вот этим И заниматься Сложилось так Что именно Судьба Мне дала Такую возможность Ну Там Почему я начал С этого Потому что На ГБС Был не только Новгородцев А был еще один Ведущий Который Русские темы Затрагивал Сэм Йосман И вот Сэм Йосман Устраивал Несколько Интервью Со мной По радио По радио Да По телефону И Они все Прозвучали в эфире Есть они в записи Почему он это делал Потому что Я вел Русскую тему В всемирном Масштабе Именно там Петра Лещенко Александра Вертинского Я выпустил Первую Пластинку Машина Времени Я выпустил Восемь пластинок Высоцкого Когда у него Тут еще ничего не было И подобное Галича Пластинка В общем Все что я сумел Найти В хорошей записи Я взял на себя Смелость выпускать Включая Вадима Козина Который В этом время В России Был забыть Вообще И И Вот такой Произошел случай Наверное Вы помните Была выпущена Такая пластинка В России Бекон В СССР Поль Маккартни Запись Которую Тот подарил Подарил В Россию Как бы Ну вот Коллекционерам Там 13 вещей Там было записано И эта пластинка Была выпущена Мелодией Несметным тиражом И надо сказать Что она была На уровне валюты Потому что Вот иммигранты Которые уезжали Закупали Поэтому 50 дисков С собой Везли Туда И Куда им носить Они конечно Носили К нам В Кисмет На Манхэттен На 14 улице Ну у меня Была Большая пачка Этих пластинок Которые В общем Я даже С успехом Реализовывал Ну и цена Была конечно Страшная 50 долларов Ну находились Коллекционеры Американские Потому что Это была Редкая запись Платили И вот Однажды Значит у меня В работе Был такой Один из Американских Коллекционеров Покупал у меня Вот эту Вот эту Пластинку Я ему Расскал Уверху Раздавился Телефонный звонок Звонит Сэм Йосман Какой-то вопрос У него был Из Лондона И слышал И слышал Я же не мог Выгнать сразу Этого покупателя Мы с ним продолжали Я говорил С Сэм Йосман И с этим Самым покупателем Я ему объяснял Про эту пластинку То все И Сэм Йосман Потом Когда уже Покупатель шел С пластинкой Он меня спрашивает Откуда Вот это Что это За пластинка Ну я ему Объяснил Что в России Была выпущена Такая пластинка Бульмакарда Он говорит Да Ты представляешь Поль только что вышел Из моего кабинета Ну это с BBC Я говорю Слушай Нельзя ли его вернуть А он значит По пейджеру Нажал кнопку И вдруг В телефоне Раздается Голос Поль Маккарде Можете себе представить Ну это был Как сон для меня То есть Родной голос Раздается В телефоне И я вынужден Ему рассказывать Вот эту историю Этой пластинки Поль Маккартне Надо сказать Что он сбилилился Как это Я подарил Пластинку Не для продажи А тут вот Огромные тиражи Такие дикие цены Вот Ну и значит Слово за слово Поговорили И значит У меня все время Вот мы говорили Насчет Джулианова До вашего прихода И значит Я как бы Переживаю За его Участь Может быть и зря И Я ему решил Задать вопрос Имея Мой второй вопрос Загашники Я ему Решил задать вопрос Всех Весь мир Тогда все это интересовало Соберутся ли Битлз вместе Он говорит Ну как Мы соберемся Джона-то нет Мы без Джона Не можем А я говорю А если вы возьмете Джулианова И голос у него похожий Ну что Он в ответ хмыкнул И повесил трубку Вот история Такого Такая вот Это только Лат-Зеплин взяли Сына Парабайщика История вот такая Произошла То есть Вот Судьба Так сказать Распорядилась Так что Я поговорил С Пальмакарди Ну что вам сказать Я могу рассказать вам Своё Впечатление О том Как я вообще Первый раз в жизни Услышал Битлз А вот по поводу Эти пластинки Коре может Интересно Сказать Да, да Он добавит Потому что Коля Принял участие В изготовлении Вот это очень интересно Значит Я просто продолжу Или хочешь Скажите Если можно Коля Да Давай Конечно Про пластинку Я вообще думаю Что эта история Может появиться В журнале From Me To You Я туда Отправлял С нового материала Но они пока Молчат Неизвестно В общем В двух словах История такая В 87 году Мне позвонил Коля Васин И говорит Коля Такие новости Ко мне заходил Артем Троицкий Он только что Из Англии Привез мне Фотографию Маккартни Подписанную Полем To Calle Васин All the best Пол Маккартни И говорит Кроме этого Еще новости Такие Пол собирается Выпустить Рок-н-ролльную Пластинку Только для России Которая будет Издана Только В России Больше других Вариантов Не будет Издания Как и получилось И В процессе разговора Пол предложил Что А что если Оформление этого Диска Нам заказать В России По этому поводу Троицкий ему сказал Что У него Есть люди С которыми Он обязательно Поговорит По этому вопросу И даст знать Полу С этим вопросом Он как раз Обратился К Коле Васину Как только он ушел Коле Васин Звонит мне Я Как художник Сразу же Представлюсь Николай Бельчуков Много работал С Колей Васином И с Трапилой Да И с Трапилой В частности В частности По Дизайн В том числе Да Вот И Коля сказал Что через две недели В Москве Будет Менеджер Маккартни И Если мы За это время Сделаем Какие-то эскизы И передадим Их Менеджеру Маккартни Он отвезет Их Полу И они уже будут Рассматривать Как вариант Вот Я сказал Что конечно Коля Это настолько Лестный И почетный И вообще Всю жизнь Слушаю Битлз Конечно Возьмусь За это И Буквально Или в этот же вечер Или на следующий день Я уже был у Коли Мы обсуждали Идею Идея уже у Коли возникла И Рабочее название Горячее дыхание И холодный лед И он Предложил сделать Фотографию Маккартни На обложке Он дует На стекло Замороженное стекло И на стекле Появляется Проталина Вот в эту Проталину Мы видим Маккартни Говорю Коля Проталина в виде России Это уже Следующий момент Вот Я сказал Коля отлично Давай Этот вариант Я сделаю Да Он сказал Что Артем Троицкий К нему приедет Через три дня Что буквально За три дня Надо сделать эскизы Он их передаст Артемию А он уже Встретится С Представителем Маккартни Ну Надо как-то делать Эту идею Это Март Был Уже Март Был Достаточно Теплый Надо было Взять Фотографию Замороженного Стекла Это 87-й год Ни компьютеров Ни интернета Ничего этого нет И Я уже Голову ломаю Еду к маме На день рождения На следующий день 26 марта Тепло уже вокруг И Подходит На улице Народный Автобус С совершенно Замороженными Стеклами С узорами Совсем То есть фантастика Я еду к маме У меня Сумка с фотоаппаратурой Торт Набитый автобус Вхожу туда Даю кому-то Цветы Кому-то торт Сумку ставлю Под ноги Выхватываю фотоаппарат И начинаю Кадр за кадром Садить просто В это стекло Потом уже Когда Какой-то уже Был набор сделан А ну там Сделал Проталину Автобус едет На солнышке Начинает уже Лед Подтаивать Вот И я Легко Этой протаривни Придал Контуры СССР Ну так Примерно Так вот Протюр Так это Достаточно Внятные Получились контуры И уже Продолжаю Эту съемку Вот И за 15 минут Я сделал Достаточно Вот этот Вот Набор Мораль Не забывайте Своих родителей Да 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 Вот У Коли Мы подобрали Фотографию Где Маккартни К нам В лицо Поет В микрофон И По движениям Гук Похоже движение Что он дует На стекло Вот И этот Монтаж Был сделан Причем Ну у меня были уже Навыки По работе С фотографией Я из черно-белой Фотографии Сделал Цветную С помощью Виражей С помощью Аэрографа И Поместил Колина Название Горячее дыхание Холодный лед Ну на всякий случай Сделал еще один вариант И Дал название Бекон и ИССА Ну так вот Чтобы были Два варианта На усмотрение пола Еще никогда Этого названия Еще не было Была Только идея Это 87-й год И Все это хватаю Везу к Коле Коле Меня встречает На Пушкинской 16 Тогда На нем лица нет Он вообще Держится за дверь Просто Что такое Коленька Говорят Позвонил Артем У него Срочная командировка Он на две недели Уехал в Финляндию Все обломилось И Один экземпляр С Колиной Версии названия Я оставил Колина Память Второй экземпляр С Бекон и ИССА Оставил себя Не прибез с собой Нет Сейчас С собой нет Вот И В результате Раз Из России Маккартни Не получил Этих Эскизов То он уже Привлек Майкла Росса Своего Дизайнера К работе над конвертом И здесь я хочу сказать Крайне профессиональную работу Просто вот этого Майкла Росса То есть он Зная Очень слабые Полиграфические возможности России На тот момент Он сделал Изображение таким Чтобы оно Выглядело на ура Даже при Низком качестве печати Это большое искусство То есть там была Черно-белая фотография Растрированная Звезда золотая Красный цвет И наши действительно Отпечатали Там было несколько Изданий же Где-то один красный Где-то бордовый Где-то золотой Где-то охра И в любом случае Это выглядело нормально Каждая фабрика Печатала Своим У меня есть Ташкентский Конверт Просто страшно Смотреть Как они в Ташкенте Сделали Есть здесь Вот это так Что такая была история Но единственное Что какие-то Флюиды Наверное Там перемещались Потому что Все-таки название Бекон Юисуса Таким образом Было придумано В России Я в нас Придумал Вот и Да И здесь Или это Телепатия Или просто Мы с Маккарт Неодинаково думали Ну с таким названием Мы вышли Тем не менее Получилось Замечать Наши пластинка Кстати Хотели случаи Чтобы было два варианта У меня два есть Значит Я говорю по вещам Одиннадцать вещей На первую На первую Было двенадцать Двенадцать Это особый Интересный Который На Миккине Ты не пойдешь Дальше Дальше Все вещи Это Запись у них Была сделана Тридцать пять вещей Да Вот Эти все Тридцать пять вещей Вошли в компакт-диски Это дополнительно Что все Что такое Интересовался Интересуется Услышать Эти все Замечательные вещи Все это Можно услышать На компакт-диске Ну а я Со своей стороны Хочу продолжить Вот эту мысль Я хочу рассказать Вообще Как я первый раз Услышала Битлз Это был Ну скажем Шестьдесят Второй год До той поры Многие тут знают Был такой у нас Подпольный клуб Рок-н-ролла Здесь На Проградской Недалеко Мы все Влекались Эллисом Пресли Был Хелли И это была В общем-то Американская музыка Английская Там еще И близко не валялась Поэтому Когда Впервые Я прочитал В газете Правда Что Вот появились Какие-то Английские Рабочие парни Которые В общем Собрали рок-группу На первой странице И Значит Вот Они Замечательно Поют Замечательные вещи Я Я подумал Как что так Газета Правда Пишет А я об этом Еще не знаю Неправду Я все Собирал О рок-н-ролле Все Буквально А этого не знаю И вот Когда мне Мой друг Один приятель Тоже не так далеко Живец На первой странице Он мне говорит Ты знаешь Я записал Битлз По радио Радиостанции Люксембург Я Скорее К нему На запись Послушать Включили Слушай Что такое Какое-то Шотландское Песнопение Какие-то Совершенно Не Не Американские Будем так говорить Такие Голосовые ходы Совершенно Незнакомые И я подумал Что тут есть Что в этой музыке Это же Совершенно Не наша Не англосаксонская Но не американская Музыка Не руконрольная Распивы Вот эти Северландские Шотландские Это все На сегодняшний день Замечательно А в то время Это было Как-то Совершенно Невероятно И я подумал Ну и вкусу У них там Собрали Ну вот Потом же Через какое-то Время Я приобрел Пластинку Значит Первую По-моему Даже Может быть Вторую Называлась Она Первая Назвалась Плеспизмой А вторая Назвалась With the Beatles With the Beatles И причем В Америке Она называлась Meet the Beatles А в Англии With the Beatles И уже Прослушал И когда Я услышал Первое I saw you Standing here Это замечательный Рок-н-ролл Я вот этот момент Понял Что это Следующий Шаг Рок-н-ролла Что это Именно Следующий Шаг Рок-н-ролла С тех поры Я их уже Полюбил Я уже Стал внимательно Слушать Я понял Что это Именно То Что нужно И все Конечно Прониклись Тоже Этой самой Идеей Вот так Впервые Я услышал Beatles Ну а Коль Васина Я первый раз После Десятилетнего Перерыва Приехал сюда По вызову Фирмы Мелодии Андрея Тропилы Которую На фоне Перестройки Решили Издать Аркадия Северного Которого Я имел честь Открыть И раскрутить Значит Еще до отъезда Вот они мне Прислали вызов И я приехал В 89-м году Пошел Энгельса Там Где у них было Там Пошел туда Тропила Познакомился С Игорем И прочей командой Есть фотографии Кстати Жопшие Нет под рукой Где мы подписываем Этот договор На издании Пластинки Значит Ну В общем Пластинка Получилась неплохая Я привез Неплохой оригинал И как исполнял Аркадий Северный поручик Голицын Никто Больше так и не исполнил Это именно На этой пластинке Замечательная запись Ну Нет Это Северный Ну А что значит Коли Васин Где-то в году Может быть Уже В 90 Ну С той поры Надо сказать Что я начал сюда ездить Каждые 3 месяца Можете себе представить Перелеты Значит Прилечу Какой-то затеи В бизнес Улетаю Там В Нью-Йорке Приезжаю В конце С концами Свожу Опять сюда Приезжаю Уплачиваю Долги За этот Бизнес Затеваю Новый И так До бесконечности Вот Ну В один Из моих Приездов Значит Я Услышал Что Есть Такой Колесонер Битлз Коли Васин Конечно Меня заинтересовало Народе Малого Ходила Малого И Тем более Прошлый раз Я рассказывал Что Значит Благодаря Можно сказать Коле Васину Я встретился Со своей Покойной Супругой Дочка Вот тут Была Прошлый раз Ах Сегодня Нету Вот Значит Потому что Я Попросил Одного Из своих друзей Коррекционеров Познакомить Меня Познакомить Меня с какой-нибудь Битломанкой Ну Вот Он Значит Пошустрил Пошустрил Изволь Есть Хорошая Битломанка Я Другая Другая История Есть Хорошая Битломанка Я говорю Ну Давай Я В то время Шел на улице Лени Голикова Ну Вот Один Прекрасный Момент Он Приходит С этой Битломанкой Познакомить Замечательная Девушка Вот Ну Вот А она Меня уже Отвела К Коле Васину Вот Мы В один Прекрасный День Являемся Коле Васину Звонок Ну Это Тот Самое Место Где Сейчас Будет Музей Вот Открывает Коле Васин Волосатый Обрюзший Значит Ты кого Меня привела Вот У нее Спрашивает Вот Я Говорю Да не бойся Немент Ну Если Немент Заходи Значит Вот так Мы Зашли И С той Порой Стали Общаться Ну Он Надо сказать Писал В то время Первую Книгу Свою И Когда Он Узнал Что Я имел Прямое Отношение К Подпольной Звукозаписи На Рентгеновской Пленке Вот Кстати Реклама Этого Музея Теперешнего Моего Он Он Сказал Меня У него Была Такая Идея А ты Не хочешь Сделать Через Лист Лист Будет Печатный Бумажный А лист Будет Рентгеновская Пленка Запись Ну Как журнал Кругозор Помните Ну Я говорю Вообще Это сложно Существить Во-первых Надо иметь Хорошую Аппаратуру Для этого Рабочую Во-вторых Надо иметь Самое главное Препятствие Было До того Что Рентгеновская Пленка В то время Была Не горючая Все записи Основные На рентгеновской Пленке Осуществлялись На горючей На горючем Целуноне А тут Надо Делать Подмагничивание Целая История Ладно Я подумаю Он мне Сказал Ну Найди Хотя бы Пленку Записью Битлз Мягкая Пленка Которую Продавали Такого Магазина Ну Я Семен Намотал На ус И Стал Искать Вот Эту Пленку Для Следующего Визита С пустыми руками Я ходить Не любил Рудик Одну секунду Визиты Ты же к нему делал Не понял Что ты говоришь Визиты Ты же к нему делал К нему приходил Ну конечно Я предлагаю Послушать Мишу Который Сделал Всю эту квартиру Вот давай Маленькую паузу Сделаем Вот пускай Миша расскажет Как получилась Эта квартира Потому что Маленькая пауза Не получится Его руками Ну попробуй Я плотник Хотя я представляю Всегда плотников Это с топором Человек ходит И рубит дома Вот одна из работ Миши Это подарочный вариант Эмбироута русского Который коробочку К этому Сделал Миша Смотрите Топором Насколько качественно Сделано С душой Это те кто Участвовал Это качественно Да Я вчера ее Держал в руках Это оригинал Да В единственном Уземпляж А у меня же не 40 штук Оригинал Мы сделали 60 или 70 коробочных Нет 40 штук Одинаковых То есть Одинаковых Такие же Это те кто участвовал Принимал Кто продвигал То есть какой-то технологию Надо же было разрабатывать Под серийное производство Получилось конечно Все сбилось Нет Ну каждый тут Я думаю Что смог бы рассказать Целую Ну главу Как он Ну Встретился с Битлз Как он познакомился С Колей Васиным Здесь может быть В общем-то Много Ну так сказать Рассказов Длинных Это очень В принципе Это очень впечатляло Все Вот Потому что Я Ну я слушал Слушал И каждый раз Ну вот там Новые впечатления были Вот Ну у меня Как бы Накипело уже Я где-то Первый раз Услышал Кенбамилу Когда она и вышла Как раз Мне было лет 6 Наверное И меня приперло В общем К стенке Да я был маленький Меня приперло У меня мурашки Такие бежали Вот В общем я понял Что я не там Живу Я хотел Все Уехать в Америку В общем Вот такая Была Мечта Ну Про кровать Расскажи Про полки Ну сейчас Я расскажу Сейчас Это самое Вот Ну и в общем Естественно Все полюбили Ну Полюбил музыку Все И как у всех Все как было Вот Ну а потом значит Выходит Потом я как-то Это дело забросил И выходит Справочник Козлова Пономаренко И я обалдел Я обалдел Думаю Ничего себе Я полный дурак Я ничего Оказывается Не знаю А мне захотелось Сделать Этот же справочник Мне захотелось Сделать С фотографиями Я в свое время Закончил художественную школу С фотографиями Как-то его оформить Все Ну свое Вот И Уже я понял Что надо идти К Коле Васину Надо идти А с чем придет человек Здравствуйте Мне уже 42 года Я хочу с вами познакомиться Как бы это уже было Ну не очень Хотя до этого Я к Коле Васину ездил Меня один приятель возил Это был в 79 году И в 80 В общем-то Осталось На ржевку еще И осталось впечатление Я пришел Он вышел В таких Тряпичных Цветастых штанах В трениках Ну не знаю Треники они такие Цветастые были Ну типа японские Да И в халате В таком То ли в розовом Каком-то Я когда зашел На эту ржевку Там комната Какая-то маленькая И все Тут Тут висит Это доска Кто Ну какая Пластинка вышла Значит все Это было Здорово конечно Я там присел И все И забыл все Книги Какие-то книги Еще тогда Ну не много Было Но это были Уже книги Они фирменные Были Особенно Ройкар Ройкар Или как Правильно Да В общем супер Я в общем там Хотя там уже Есть ошибки И опечатки Я уже ее Простудировал Внимательно А второй раз Как раз Это было В феврале Месяц В феврале Восемьдесят первого Года Меня опять же Приехал Андрей Поехали к Коле Васину И мы приехали И у меня Опять Осталось впечатление Я приехал к Коле Васину У него сидит Я уже говорил На коленях Девушка В сером платье И я так Ух ты Как здорово Как это круто Там какие-то художники Все эти Может быть И ты был тогда Не знаю Вот И я это Меня так впечатлил Думаю Как они свободно живут Как это все классно А я В общем-то Всю жизнь Проработал на заводе Вот И все И потом пустота И вот Меня как бы Я случайно Встречаю Захожу в магазин Встречаю Кибальчича Колю Кибальчича Мы с ним Не знакомы Я говорю Вот Я купил журнал Круми Турю Говорю Вот как бы мне К Васину пробраться Он говорит Я тебе помогу Вдруг Значит мне говорит Скажи что ли Ты от Кибальчича Ну все Проход есть Ладно Я прихожу Значит звоню С дрожью Да Вот И значит Раз сразу Этот Вороний глаз Его как бы пароль Ну вот Я говорю Вы знаете Мне вот Коля Кибальчич Я сразу Вставил Я говорю Коля Кибальчич Вот Как бы С его По протеже Ну я его По протеже Мне бы хотелось Найти фотографию Тони Шеридана Ну все Что пришло В голову То и все Потому что я все книги Совковые Простудировал Ну нету там Тони Шеридана А мне он очень хотелось Ну заходи Я говорю У меня бы вот книжечку Напечатать У меня ксерокс есть Вот Ну и Он говорит Давай паспорт Я паспорт взял с собой Отдал Но Я был уже как бы сам Я был подготовлен Я был подготовлен Что В таких футболках Ходить нельзя Слово советское Шампанское Произносить нельзя И в общем Все вот это Это было четко Я уже следил За своим словом Это действительно Было серьезно Потому что его Коля В общем здорово Раздражался По этому поводу Вот Я Ну отдал ему паспорт Он мне дал книгу С Тони Шериданом Значит Мейк шоу Я думаю Ну чем-то его надо Мне завлечь Я же должен его Чем-то вот заинтересовать Что-то ведь должно быть И тут меня осенило Я говорю Коля Может тебе накселить что-нибудь Или Сделать рамку какую Все И он как полмакарник И принят Тут же был паспорт отдан Тут же список Значит Размеры рамок Для фотографий И говорит А можешь 50 штук Накселить А у меня просто был проход Я работал На военном заводе На Кантемировском Такой Климов Есть завод Делает двигатели Да Делает двигатели Туда не пройти Не выйти Вообще никак Вот И я значит А у меня там была Значит выход в столовой Машина выезжает Я могу вывести что-то И у меня был Как бы проход В ОТД Отдел технической документации Девчонки меня все знали У меня папа был В свое время там начальником Я родоносил Я говорю Ну сколько тебе надо Сто Сто Двести 400 евро, сколько хочешь. Все. Он приходил, он нам напечатает там эти листовки. Вы помните, сколько было листовок? Просто их море было. Это вот мы, значит, я ему и листовки печатал, и книгу там же мы помогали ему делать. И при том, это все опять же, никто ничего не спрашивал. Я говорю, Коле Васину, все, без вопросов. Никаких. Ну, я шоколадку принесу там кому-нибудь, и все. Вот. Ну и конечно, мы начали рамки делать, потом я посидел где-то, прошел год, я говорю, Коль, слушай, мне стела что ли? Я говорю, я не могу на него смотреть. Да, ты знаешь, надо его переделать, конечно бы. Я говорю, давай новый сделаем. А сможешь? Я говорю, ну смогу. Я говорю, ты только машину подгони, и мы все вывезем. Все, без проблем. Начальник мой помогал ему, а у нас еще литье было там. Я говорю, давай доску сделаем, вот эту, которую вы видите. Мы ее, значит, там, буковки туда-сюда. Ну, конечно, там, сейчас смотрю, корявенько все это, не так. Но зато герб этот сделан был профессиональный. Да, вот этот герб был сделан профессионально. Я его лепил, сидел, значит, там, вылепливал. Потом мастер ко мне подошел, который меня все время ругал, значит, чем ты занимаешься. Я говорю, вот делаю и герб. Он говорит, давай я сделаю. Так он его не только сделал, он его отлил. У него там точное литье есть такое, в общем. Вот. И, значит, сделал все. Ну и, в общем, помогали все. Ну и вот мы начали стеллаж. Со стеллажем были проблемы. Там стоят столбы, все это. Я вышел в воскресенье специально работать. Вот. Главное вывезти. Ну, и он мне, значит, говорит, давай полки косые сделаем. Я говорю, слушай, я не могу, когда книги вот так стоят. Я говорю, как ты будешь поднимать, а одна другую будет бить. Ну, у него же шремя какие-то были, выкрутасы. Ну, вот. Я говорю, ну, надо покрасить. Надо это. В общем, ладно. Сделали мы это. Мы вывезли, подъехала машина. А было смешно. Завод закрытый. Там, значит, есть окно и отверстие с Самсоневского. И вот, значит, он подбежит к окну. Я ему раздуну. А там же видео вообще, ну, просматривает. Он, значит, схватит, убежит, принесет. Ну, это какие-то такие индивидуальные вещи. Я говорю, как бы шпионы там не завелись. В общем, цирк был. Цирк мыт. Ну, когда машина, конечно, это было уже так, уже сделано более профессионально. Выехала столовая машина. Вы не представляете, сколько досок. Я просто говорю о том, что это невозможно вывезти. Ну, я, конечно, знал там. Я в наглях это вывозил, просто нагло. Потому что там стоят автоматчики и прочая вся эта хрень. Никто не тронул, да? Никто не тронул. Ну, я нахальный. Я погрузил на телесу. Вопрос по секрету. Да. Когда прячешься, тебя, это самое, ловят. А когда не прячешься и везешь это, тебя никто не поймает. Просто они думают, значит, так надо. И все это в столовую. А из столовой, значит, в другую машину. Ну, в общем, был смех. Когда мы это все вспоминали, ребята говорят, слушайте, раз, лицо борода-то. Где мы ее? Расколем, взял. В общем, был цирк в этом плане. А потом мы начали уже, ну, самое интересное, что он не просил никогда. Я постоянно ему прилагал, давай сделаем это. Единственное, он попросил вот это сделать круг. Вот этот, который над столом. Вот это. Он говорит, сможешь сделать? А сможешь сделать? Я говорю, конечно, смогу. Я говорю, Коля, господи, мы модельщики делаем все. Просто все. Там же надо, приклеил это, сделал это, все это беспроблемно. Главное, вынести. Я говорю, мы вынесем, здесь соберем. В общем, вот было вот так вот. Потом уже мы, как бы, дошли, уже, значит, сделали это все. Я говорю, ну, пойдем по коридору дальше. Я говорю, давай сделаем, значит, это самое. И тут у меня произошла ситуация, что мастер мой заболел по причине пьянства. Его выгнали, и вывозить больше было некому. Я уже на другом заводе был, значит, и вывозить было на горе. И тут у нас, значит, прервалась, вот, как бы, связь с Колей. Вот, я ему последний раз яблок принес, там, 5-6 килограмм. Вот, но это не просто, вот я бы, как бы, ходил, у него и делал. Сын мой начал играть на гитаре. И Коля сам говорит, давай Гришку выпустим на сцену. Я говорю, давай выпустим. Ну, он в 13 лет вышел, ну, он там спел, как папа у Васи, если я на математике, типа такого же плана. Но он спел несколько раз, припев, вернее, куплет Eschme White. Поет и поет, и там уже Гриша, хватит. Ну, в общем, как бы, у меня, в общем-то, все дети, и дети, и, в общем-то, все. Мы туда, я к нему очень много водил людей. Был такой, значит, вариант даже. Вернее, не вариант, а, как бы, ну, случай такой. Только что приехал в Инга Старт. Ну, вернее, не только что, а уже 2 года прошло. Вот, и ко мне на заводе подходит молодой парень. Ну, я, естественно, вот я Коля Васина хожу, я познакомился, это было здорово, все. Я был просто вот в восторге. Мне нравилось делать ему все, тем более он подарки делал, конечно. Вот, книги дарил, да. И, а он говорит, а вы знаете это самое, я был проводником у Инга Стара. Я говорю, о как! Восем тут ищет автограф и прочее самое, а вот он проводник, пожалуйста. И он нам, значит, я его привел, он принес пластинку с автографом Инга Стара, Робосов, ну, это Рапиловские фотографии принес, они там в обнимку с Инга Старом. Тут никого не пропускают, тут не пройти, а тут человек, который туда и обратно. И рассказал, как Джек Брус нажрался, как этот самый там, потом этот Саймон Кирк вообще не пил, он был такой приличный, ну, в общем, все рассказал, ну, чисто русскую историю. Кто, где и поскольку, значит. Вот, ну, и фотография, это было просто феноменально. Вот, пожалуйста, вот, герои среди нас. Отлично, спасибо. У нас были люди, которые, и ты об этом знаешь, не понаслышке, а у нас были люди, которые этим делом занимались профессионально. И может помнить кого-нибудь такого Пашу Кошелева? Да? Да. Который посадил немало таких людей, типа Коли Васина. Они даже до Коли Васина и не дотягивали, многое не дотягивали. Но они пошли по этапу, а вот Коля почему-то вот в таком безвоздушном пространстве, так вот у меня и вопрос к вам. А вызывали его когда-нибудь? Есть у вас информационная тема? Или он спокойно работал, как бы никому не мешая? Вот, в связи с этой историей, с вот этой подфедерацией, там, конечно, там всех вызывали. Там, ну, все, кто был в этих документах, всех вызывали. Там, я знаю, что там уже танки все там ходили. Но это было вот исключительно с деятельностью этого Артема как-то там, да? А так, я даже... А Коля ничего не делал такого, что, грубо говоря, объективно было направлено на совершение советской власти. Не, ну, иногда соседи говорили, что вот они там, ну, собираются на Ржевке. На Ржевке собирались музыку. Да, и слушают музыку. Так, музыку уже слушали, и никто особо ее так и делал. Я не могу сказать, что вот там играет Манго Джерик. Так за фильмы сажали «Крест на отец», если ты помнишь, да? Да, это другое. Да, вич, у меня собирались там люди, брались, собирали деньги. Это 80-е годы, да, это как бы... Ну, я это чему? Такой информации нет, да? А люди просто приходят, и все... А с пластинкой, вот я думаю, что это легенда была. Ну, вот лесных братьев вызывали. Мы с ними играли в кафе в одном, только через день. Их вызывали, нас не вызывали. Там просто побили стекла, и все. Ну, если им братьев, да... Отголосок этого я... Там одно название, что ли? Причем они, знаете, не знали. И за это надо было... Они только после этого и узнали, собственно говоря, да, что... Как они назвались, да? Да, как они назвались. Назвали густарши, лечебники, правильно? Это был один ведущий. А не сможем мне продолжить? Они спортивные... Конечно. По вопросу есть ответ. А именно? Вызывали, не вызывали. Есть отголосок этого дела. То есть, однажды Коля позвонил, и так он всегда говорит, там, Леша, здорово, давай, приезжай. У меня там новая пластинка или что-то. И он сказал, Леха, приезжай. Это что-то срочный? Да, срочный. Ну, я приехал как смог, и он говорит, у меня неприятности. Вот, я подготовил вот такую пачку пластинок. Он мне говорит, забирай. Я говорю, что такое, что... Он говорит, без комментариев, забирай, Леха, и все, и уматывай побыстрее. Я ее забрал на себе на хранение. Через еще, где-то через месяц он мне позвонил. Говорит, прошло, пронесло. Вези обратно. Но при этом я слышал, что часть пластинок, и в том числе вот эту синюю, или писан Торонто, он отнес в лес и закопал в лесу. Это было, наверное, андроповские... Хотя там он рассказывал. Он рассказывал. Нет, это 70-е годы. Это 71-й. Ну, я понимаю, я имею в виду пластинка выясняю. Какой-то оголосок все-таки появился. Здесь очень конкретная ремарка насчет закапывания. Это легенда. Причем она была описана у Рикшана в книге. И это, как Коля говорил, была очень большой главной обидой его на Рикшана. После чего они очень... Ну, в общем-то, перестали общаться. Поэтому сам Коля рассказывал, что, конечно, он ничего не закапывал. Он пластинку, да, отнес своему другу. На всяком случае, мы не знаем, кому, на самом деле. Сергей Перемьев. Я не знаю. Он сказал, я отнес свою другу. Но это я слышал еще, когда вот в 79-м году мне Андрей Барановский сказал, вот такая... Поэтому эта легенда уже как бы гуляла. Дело в том, что, когда я, наконец, нашел эту пленку, записью Битлз, регионовскую, я пригласил своего друга Суворова Лори, который вместе со мной руководит нашим клубом «Неформальная песня», который уже 20 лет больше существует в Санкт-Петербурге, с успехом. Мы вместе с ним пошли к Колю Васину. Позвонили, все, выходит Коля Васин. Смотрит на меня вот такими крылыми глазами. Я говорю, Коля, ну, не узнает, в общем-то. Ну, мы общались там несколько раз, и уже, может сказать, как бы почувствовали в труду какое-то, может быть, лечение даже. Тут он, я смотрю, вообще не узнает. И даже не хочет пускать вовнутрь. Ну, мне неудобно стало перед Володей Суворовым, к которому мы пришли. Он знакомый. Володя Суворов знал его и без меня еще. Ну, он пустился на Володю Суворова. Ну, я с ним вместе зашел. Ну, сидим, разговариваем. Я смотрю, он какой-то очень неадекватный. Ведет себя странно. Глаза какие-то ненормальные. Значит, в общем, совершенно как бы отсутствующий взгляд. Но я смотрю, что-то не то с ним творится. Ну, я, конечно, не стал ничего выяснять, но в душе как-то немножко обиделся. Ну, положил на стол эту пленку. Битлз, который меня просил. Ну, распрощались и ушли. Но, значит, в душе, конечно, была обида. Я, значит, по возвращению домой, через какое-то время, чтобы выбросить эту обиду из головы, написал стихи, которые я сейчас решусь вам прочитать. Они, конечно, не совсем лицеприятные, поскольку мной вела обида в то время. Но все-таки в тот раз я не решился ту нашу встречу прочитать. Но сегодня я прочитаю. Значит, называются они, по-моему, «Вася Ковин». Вот впервые, когда появилось это выражение. Я никому их не показывал, в принципе. Но вот сейчас, может быть, я их прочту. «Вася Ковин храм возвел». Пока воображение. Для любимого певца Джона Ленина. А другие все певцы, он к ним пренебрежение. Разве только песниры, да и тому дня. Уничтожительность во имя выпендрежа. Мол, все дерьмо. Но Ленон выше всех. Мол, у того, кривая рожа. А тот поди блевал при всех. Тот приходил ко мне, как нищий. А этого пинком прогнал. Так создавал себе он нишу, в которой встал на пьедестал. И вот уж книжица выходит. И хоть немного смысла там. Глядь, со звездами хоры водит. Ее за бабки дарят вам. И надпись крупная струится. Аж уж на листе во весь анфас. Пускай летает ваша птица. И мои крылья держат вас. Но каковы его крыльишки? Да, он и бей, окрулен. Пусть все живут его отрыжкой, что до сих пор. Живей всех, Джон. Нет, не ушел наш Коля Васин. Живет среди нас и будет жить. Нас призывает жить в согласии. И храмы строя не тужить. Это я уже вчера дописал. Готовый скеп. Я не знаю. Конечно, может быть, отзвучит неподходящий к нашей встрече. Но это тема и впечатления. Он действительно мог себе позволить. Какие-то нелестные... Вот то, что тут есть какие-то высказывания, это его слова. Это я не придумал. Это то, что коробило слух. Он иногда говорил о людях очень, так сказать, непрезентабельно, будем так говорить. Ну вот, что я хотел в данный момент рассказать и прочитать. Поэтому позже мы, конечно, мы долгое время не виделись. Потом англичане приезжали и устроили выставку рентгеновских пленок в Новой Голландии и пригласили меня и Колю туда, на открытие, где мы снова стали общаться и прочее, прочее. Ну и как бы вновь нормальные есть отношения. И надо сказать, что мы даже... Вот наша группа... Мы хотели сделать с ним совместную передачу о Битлз. Его высказывания о Битлз и мои высказывания о Битлз и перебор наших коллекций о Битлз. Ну а Вася, например, в своем стиле говорит «А что ты знаешь о Битлз?» Он мне заявляет. Старейшему коллекционеру города Санкт-Петербурга, Ленинграда. Как это можно понять? Он мне в лицо, при всех, говорит «А что ты знаешь о Битлз?» И, конечно, он нас поводил за нос, как бы вот завтра-завтра-послезавтра, а когда мы все к нему приехали с аппаратурой, там, с аппаратурой... Не у него, это должна была запись быть в музее. Он соснулся на болезни и так и не поехал. Мы сами потом сделали эту запись и она вроде бы неплохо тут получилась. И можете посмотреть на интернете всего, всегда. А он сделал свою запись по Жон Леннону. Как бы не по всем Битлзам, а по Жон Леннону. Я просто хочу сказать, что уже тогда в нем чувствовался надлом душевный. потому что, ну, все-таки договорились, надо что-то делать, куда-то продвигаться. Он отказался в сам решительный момент, когда мы к нему приехали, взять его на машине и поехать, значит, на Ленинский проспект. Он как раз придирался к тому, что, значит, вот я живу здесь на Ленина, он ко мне сюда не приходил никогда. И Ленинский проспект, это там, где находится музей. Он туда тоже не может. То есть, он Ленинский, чистый Ленинский. Когда он ко мне приходил, это когда я жил на улице Замшина. Тогда он, значит, приходил ко мне. И я помню, мы тогда готовили посылку для Йоко Йона. Он принес как раз вот эти фарфоровые изделия свои и прочее, прочее. Ну, я взялся перевезти это все в Нью-Йорк, встретиться с Йоко Йона. Ну, в тот момент, когда я туда приехал, в Нью-Йорк с этими всеми вещами, значит, оказалось, что Йоко Йона там нету. Она где-то в отъезде. Человек, который должен был нас везти вместе, тоже как-то, не помню его фамилию, ну, русский парень знал Йоко Йона, тоже как-то не был на связи. Поэтому, значит, я решил все-таки передать ей вот эти вещи все. Ну, связи у меня с ней никакой не было. Хотя я и живу-то рядом. Я живу на... В то время живу на 68-й, а где Джон Леон погиб, это, как вы знаете, 72-я улица, через 4 улицы. Все-таки я подловил такой момент, когда Йоко Йона, значит, почему-то торговала блинами на Юнинг-сквере. У нее был такой аппарат, который пек блины, значит. И вот каждый блин стоил 5 долларов. Стояла огромная очередь, Юнинг-сквер, вы, может, знаете, большой такой площадь на 14-й улице. Вот так вот вокруг памятника Джорджа Вашингтона стояла вот такая несколько витков очередь. Я встал в эту очередь. Думаю, дождусь. У меня вот это все было. Я знал заранее, что... Я думаю, ну, припередам все-таки. Послали ей и прочее. Вот. Вот стоял, 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 стоял. Пока блины... Она на каждом блине, кстати, делала автограф. Пока блины у нее мука не кончилась, и очередь зашла, разошлась. Вот так я с ней тогда и не встретился. И до сих пор у меня все эти фарфоровые изделия хранятся на 71-й улице, где я сейчас живу. Вот. Так что я иногда посмотрю на эти кружечки в виде сердечек и вспоминаю всю эту историю. Ну вот, пожалуй, и все, что в данный момент я хотел вам рассказать. Спасибо.